Есть и другой, конечно, способ употребления мата, это фигурное употребление. И очень многие писатели, прекрасные писатели, кстати говоря, именно в таком режиме используют обценную лексику, бранную лексику. То есть есть отдельные ситуации, когда трудно обойтись без этого. Представьте себе, что вы что-то ремонтируете дома и попали себе молотком по пальцу. Неужели вы скажете, ой, как мне больно? Мне в это очень трудно поверить. Есть циры, вот в этих случаях мат позволяет избавиться от какой-то жуткой негативной энергии, которая у человека накапливается. И вот такое использование мата мы обнаружим, например, и в произведениях Олешковского, и в произведениях Сорокина, в некоторых, безусловно, и у Пелевина. То есть это как такой отдельный художественный метод. Борис Беоргиевич, вы согласны? Или вы собираетесь бороться другими методами? Нет, дело все в том, что, например, был такой человек, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, все его, наверное, знают. Он говорил о том, что, невзирая на то, что он был в лагере в Соловках, он ни разу в жизни не использовал мат. И он в одном из своих последних интервью призвал всех, призвал, вернее, защищать общество от всех, кто пользуется в любых целях, включая художественное, матом. Я думаю, что этому человеку можно доверять. Ее называли совестью нации. Это был один из уникальнейших людей нашей страны. И поэтому его мнение мне гораздо дороже в данном случае, и гораздо важнее для меня и авторитетнее, чем все остальные, соответственно, мнения, которые были здесь высказаны. Но как вы собираетесь бороться? Опять же, понимаете, прежде всего нужно отделять одно от другого. Нужно перестать лгать про наших классиков, что они писали матом свои произведения, как только что мы здесь слышали. Этого не было. Нужно перестать, соответственно, нужно изгнать мат отовсюду, где он может хоть каким-то образом претендовать на элитарность. Он должен остаться в подворотнях, за мусорными ящиками, в подвалах. И тогда вопросов нет. Как только ты выразился матом, ты маргинал и отброс общества. Соответственно, без мата ты можешь двигаться куда угодно. Как бороться с телевизионной пошлятины, например, в рекламе? Давайте посмотрим еще один сюжет, и потом я представлю наших собеседников. У нас в зале Григорий Константинопольский, режиссер, клипмейкер. Скажите, вот вы считаете допустимо использование вот таких приемов в рекламе? Мне кажется, что проблема вот с чувством юмора. Если у человека нет чувства юмора, он не обратит внимания на эту рекламу. А если есть, она его либо покоробит плохим чувством юмора, да, либо ему покажут, что да, это, наверное, действительно смешно. Вот. Ну, ваша точка зрения на обсуждаемую проблему сегодня? Употреблять, разрешить, запретить, цензура? Ну, я вообще как бы против, как человек, наверное, творческие цензуры запретить, не разрешить, запереть. Вот. Мне кажется, что вот проблема мата, она вообще как бы не стоит для меня, да. Я, например, на улице его не слышу. Как-то я себе какой-то мир такой сделал, общаясь с людьми, которые меня не оскорбляют. По телевидению меня оскорбляют совсем другие вещи, нежели мат. Группу «Ленинград» я слушаю с удовольствием, мне смешно. Роман Денежкин, к сожалению, не читал, но обязательно прочту. Роман Лимонова мне, например, творчество Эдуарда Лимонова мне дико нравится. Особенно ранние романы. Сорокин нравится, Пелевин очень нравится. Очень нравится Юс Олешковский. Меня это не ранит. Ранит действие, да. Ранит намерение, злобное намерение оскорбить. Иногда становится скучно и неинтересно от того, как используется мат в качестве просто разговорной речи, да. Ну, то, с чем мы сталкиваемся на улице. Ну, вот, например, все мои друзья ругаются матом. Они даже не ругаются им. Они им поэтически изъясняются. Это меня, например, часто приводит в восторг, Борис Григорьевич. Я, кстати, вот, когда слышал, я вспомнил сразу фильм, помните, «Джентльмены удачи», когда там кто-то себе на ногу, а, Леонову уронили на ногу батарею. И он сказал, нехороший человек. Ну, мне кажется, что проблема ваша отсутствие чувства юмора. А вы представьте себе, что он сказал бы, вот этот герой, нехороший человек, а выругался бы матом, как сейчас, и весь фильм рухнул бы сразу на помойку, я вас уверяю. Это бы стало культовым моментом в кинематографе советского, поверьте мне. Абсолютно нет. Абсолютно. В этом и ценность того момента, кстати, что там нет мата. У нас знали Борис Еремин, он президент российского отделения Международной рекламной ассоциации. Скажите, вообще, возможно ли бороться с откровенной пошлятиной и несунзурными словами? Вы знаете, а можно я начну ответ на этот вопрос с небольшого анекдота, который мне напоминает и ситуацию вокруг, и вообще все, что происходит по этому поводу и в стране, и в обществе, и на этой программе. Одна девушка говорит другой, ты знаешь, я с Джоном больше не встречаюсь. А что такое? Он знает массу неприличных песен. Он при тебе их пел, нет, насвистывал. Ведь в этом анекдотическом сюжете есть очень важное. Оно связано с тем, что с одной стороны человек знает, но если ему это неприятно, а вам хочется быть приятным этому человеку, если вам не все равно, как он потом будет с вами общаться или не будет, вы это учтете. Безусловно, я не отношусь к тем людям, которые никогда не произносят матерных слов. Но я знаю, когда без этого обойтись нельзя, это художественный элемент, и есть анекдоты, которые рассказать без этих слов нельзя. Но анекдотичность ситуации в фильме «Джентльмены удачи» в том-то и заключается, что режиссер прекрасно понимал, что львиная доля зрителей поймет, что имеется в виду, и анекдотично, что он этими словами произносит. Что касается рекламы, вот то, что вы здесь видели, это ведь не в чистом виде реклама. Часть этого – это реальные рекламные материалы, часть – это рекламная пародия. И вот тот алюминиевый огурец – это и есть один из инструментов рекламного сообщества бороться с непрофессионализмом и использованием того, что не нужно, там, где не нужно. Запрещать бесполезно. Если реклама оскорбляет аудиторию, она перестает работать. Еще не вечер. Сейчас мы как раз уйдем на рекламу, потом мы увидимся. Не переключайте. В эфире пять вечеров. Спасибо, что не переключаете. Сегодня мы говорим об использовании матерных слов. И разрешите представить наших следующих экспертов. Мы вызываем просто огонь на себя. Тяжелая артиллерия в лице Романа Трехтенберга, который знает все матерные слова от Аду Я. Да. И ему будет противостоять журналист, главный редактор журнала «Медведь», мужской журнал, Игорь Свинаренко, который переболел этой детской болезнью и отказывается от ранных слов. Роман, давайте с вас. Вы никогда не откажетесь от любимых крепких словечек. Ну вот почему вы делаете из меня монстра? Это неправильно. Надо, во-первых, разделять нецензурную брань и ненормативную лексику. Ненормативная лексика – это отдельный язык, как и феня. Вот, это параллельные языки. Я занимаюсь фольклором очень плотно. Я диссертацию зачастил в 1999 году. Мне остается, наверное, сожалеть, может быть, или радоваться. Я не знаю. С любой стороны, как хочешь, на 85% русский фольклор похабен. Похабен. И там через слово «матюги» существует мнение, что это произошло от «татара» и «монгол». Вот эти нецензурные слова. Ну, разные. Неважно. Но вы же из интеллигентной семьи, Роман. Из интеллигентной. На фортепиано. Я не матерюсь с вами, понимаете? Я воспринимаю, и все совершенно нормально. Я совершенно согласен с мнением, что если выходит, например, диск с ненормативной лексикой, нельзя его запрещать. Почему? Вот книжку, почему мы должны ее запрещать? Нет. Но они должны написать. Осторожно. Ненормативная лексика. Желательно ее запечатать в целлофан и продавать детям, не продавать детям, не достигшим 18 лет, как сигареты. Я с этим полностью согласен. Игорь, вот Роман из интеллигентной семьи зарабатывает деньги на том, что вот... Я занимаюсь фольклором, Андрей. Я занимаюсь фольклором. Хорошо, зарабатывает деньги на том, что занимается фольклором. Я тоже интеллигентный. Но мой папа работал 10 лет на шахте, понимаете, под землей. И был главным учеником в Донбассе. Вы знаете, и на шахте, где как бы...